На середину. Бойцы на середину. Внимательно слушаем мои команды. После команды стоп, не работаем. За канаты, за шорты, за перчатки не хватаем. Покажите красивый бой. Удачи обоим по углам. Итак, начинается второй поединок сегодняшнего вечера. Это финал Гран-при Prime Selection 2017 года. В легчайшей весовой категории до 61 килограмма. Нурберген Шарипов против Асланбека Карова. Начинает с прессинга боец из Казахстана. И первый лоу-кик от Карова. Крайне высокие ставки в этом поединке. И, как следствие, очень аккуратное начало. Джебами постреливает Нурберген. Асланбек присматривается к сопернику. Сейчас он работает в стойке левши. И левый прямой по корпусу в область Селезенки пробил Асланбек Каров. Сейчас классическая двойка. Он поменял стойку Асланбек. И вновь в левше. Сразу же пробивает левый лоу-кик Каров и возвращается в правшу. Эффективно использует боец из Найчика. Как раз в смену стоек. За счет этого... Ох, какой плотный левый мидл-кик в область печени. Сейчас пробил и сразу же вынудил он Нурбергена Шарипова броситься в борьбу. Попытка оказалась неудачной. Жесткий размен на средней дистанции. Пока что перебивает Асланбек Каров, своего соперника. Несколько тяжеленных попаданий. Очень быстрые удары у Карова. И зачастую не успевает просто реагировать на угрозы Нурберген Шарипов. Очень опасно сейчас. Казахстанский боец пробил коленом правым на выходе. Но сразу же переходит к контратакующим действиям Асланбек Каров. Он никуда не торопится. Размен джебами. Тем временем приближается первый раунд. Сейчас поймал Каров на сближении соперника. Очередной размен. Мидл-кик по защите. Отвечает точным ударом аналогичным Нурберген Шарипов. И прихватил его за ногу Асланбек Каров. Посмотрим, будет ли перевод в борьбу сейчас от представителя клуба «Гладиатор». Нет, перевода нет. Левый боковой точно в цель пришелся на выходе на дальнюю дистанцию. И поединок продолжается. Пока что мы наблюдаем очевидное превосходство огневой мощи, которая на стороне Асланбека Карова. При таких обстоятельствах вряд ли имеет смысл переход в борьбу. Прекрасно это понимает Каров. Двойка точная, но не вложился в эту комбинацию Асланбек. В противном случае могли бы возникнуть очень серьезные проблемы Нурбергена. Хорошая вертушка в его исполнении. Сразу же двойкой ответил Асланбек. Причем, казалось бы, прямолинейные двойки классические. Левой прямой, затем правой. И все пропускает Нурберген. Периодически застаивается он на ударной дистанции. Вот сейчас есть возможность у Карова провести тейкдаун. В предыдущем аналогичном эпизоде он просто вышел на дистанцию с боковым ударом. Сейчас вновь попытка действовать таким же образом, но не получилась она эффективной. Последняя минута первого раунда приближается. Правой вновь точно в цель. Очередной миддл кик от Шарипова. И на сей раз есть тейкдаун. Замедлился Нурберген в концовке первого раунда. Возможно, от пропущенных ударов. Еще одно попадание справа. Он упорно продолжает сражаться. Боец из Казахстана. Да, он много пропустил, но ни в одном эпизоде по ходу первого раунда он не был потрясен. Он принял серьезный ущерб, но продолжает биться. Продолжает выдерживать тот неторопливый темп, который предлагает ему Асланбек Карл. Концовка раунда. Очередная серия ударов от Асланбека Карлова. И пять минут поединка позади. Есть возможность немного отдохнуть. Итак, продолжается поединок. Нурберген Шарипов против Асланбека Карлова. Еще одна комбинация от Карлова. Но по-прежнему, как и в первом раунде, он очень эффективно действует навстречу короткими сериями. На которую безуспешно пытается реагировать Нурберген. Очередной тейкдаун вновь навстречу. Не стал преследовать сразу же Асланбек Карлова своего соперника. И в итоге Нурберген Шарипов успел встать. Буквально на мгновение замешкался Асланбек. Левый лоу-кик. Очень грамотно вытягивает Карлова на себя соперника. Заставляет его идти вперед. И молниеносно упреждает атаки Нурбергена. Одиночный правый оверхенд от Асланбека не достиг цели. Хороший мидл-кик в исполнении Шарипова. Точно в цель пришелся этот удар. Ох, сейчас какое тяжелое попадание справа. И затем коленом добавил Нурберген. Ну что ж, неужели он перехватывает инициативу по втором раунде? Или все-таки есть резервы Асланбека Карлова? Сейчас очень опасно шел вперед Нурберген Шарипов. Опасно для себя. Получил он удар ногой в голову навстречу. Еще одна попытка прохода в ноги в исполнении Нурбергена. Вовремя среагировал Карлов. Развернул соперника. Опять же, обратите внимание, сейчас на выходе на дистанцию Асланбек уже достать соперника не смог. Немного замедлился спортсмен из найчика. И сейчас скорости примерно выровнялись. Если в начале этого поединка в первом раунде Карлов явно превосходил в скорости своего оппонента, то сейчас уже такого превосходства нет. И постепенно, все чаще и чаще, эпизода выигрывает Нурберген Шарипов. Хорошая комбинация от Карлова. Размен на средней дистанции. Левый по корпусу от Карлова. Хайки! Вот так неожиданно! Казалось бы, не вкладывался в этот удар Асланбек Карлов. И был он одиночный, почти никак его не скрывал. Российский спортсмен, но точно в цели. И сейчас посмотрим в борьбе, что будет происходить. Неужели рассечение на лбу у Карлова? Вновь выходят спортсмены на дистанцию. Очередной размен. Серия выпадов от Карлова. И сразу же в клинч идет Нурберген Шарипов. Мене полутора минут остается до окончания второго раунда. Тяжело приходится Нурбергену. Это видно. И есть следы многочисленных попаданий на его лице. Но он продолжает работать, продолжает действовать в своем темпе, в котором, в общем, он и работал в первом раунде. Вот сейчас очередной размен на средней дистанции у Карлова. Очередной раз повторюсь, нет преимущества уже. Перетерпел Шарипов первый раунд. И продолжает он гнуть свою линию. Но, опять же, нет преимущества у Шарипова. Пока что мы наблюдаем очень близкий второй раунд. Хорошее попадание к коленам в исполнении Нурбергена. Есть тейкдаун и контролирует соперника в партере в концовке второго раунда Нурберген Шарипов. Ну что ж, при прочих равных, вполне возможно, именно ему отдадут судьи второй отрезок этого боя. И таким образом, третий вполне может стать решающим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Третий финальный раунд. Итак, начинается третий раунд. Это финал гран-при в легчайшей весовой категории. Нурберген Шарипов против Асланбека Карова. И продолжает гнуть свою линию. Нурберген Шарипов... Проводит он тейкдаун в самом начале решающего отрезка боя. Кто бы мог подумать, что после уверенного первого раунда, когда Асланбек Каров доминировал в ринге, затем Нурберген сумеет перехватить инициативу постепенно во втором раунде уже лидировать явно в концовке. И сейчас в дебюте явно выглядит Нурберген увереннее. Увереннее. Точный джеб и затем два удара по воздуху в исполнении от Асланбека Карова. Очень важный момент. Но нет, Асланбек Каров сейчас не может провести тейкдаун. Хорошо на выходе, на дистанцию справа попал Каров. И вновь клинч. Хороший фронткик от Карова отвечает джебом Шарипов. А сейчас россиянин, казалось бы, отзащищался уже, но пропустил контратаку и рухнул буквально на спину. На фоне усталости сейчас Карову будет крайне сложно выйти из этой позиции. Продолжает атаковать Нурберген Шарипов. И вновь вынуждена остановить этот поединок Рамазан Гаджиев и перевести соперников в центр ринга. Очень хорошая позиция Нурбергена Шарипова. Боковой контроль, классическое. Боковое удержание из дзюдо или самбо. Масса вариантов для развития атаки есть отсюда, но переходит он в гард соперника. Гард не спешит закрыть Асланбек Каров. Но время идет, и сейчас это время работает на Нурбергена Шарипова. Он никуда не спешит, наносит короткие удары. Подключил левый локоть. Асланбек Каров защищается уверенно, хладнокровно, блокирует руки соперника. Но предпосылок для того, чтобы вырваться из объятий своего оппонента и встать, сейчас мы пока что не наблюдаем. Прагматично, уверенно действует Нурберген Шарипов. Улучшил он сейчас свою позицию, вышел в маунт и, возможно, возникнут очень серьезные проблемы в концовке этого боя у Асланбека Карова. Крайне неприятное положение для российского бойца. И просто лучше не может сложиться концовка для Нурбергена Шарипова. Осыпает он голову Асланбека ударами. Вновь рефери разворачивает спортсменов. Карову невероятно сложно будет вырваться. Он пытается мастить, пытается развернуться, но блокирует его Шарипов. Очень высокий маунт. Мы видим, что перемещает вес тела. И выходит на треугольник Нурберген Шарипов в самой концовке. И заканчивается этот бой. Браво, Нурберген Шарипов! Выливая победа, чистую проиграв первый раунд, затем постепенно перехватил инициативу Нурберген Шарипов во втором. И вот так в концовке третьего все-таки закончил он этот поединок досрочно с треугольником из маунта. Зрелищная победа. И первый победитель гран-при прайм-селекшн 2017 года. Да, очень досадное поражение для Асланбека Карова, но возможно здесь тактический просчет имел место российского спортсмена. Он не сумел распределить силы по ходу всего матча. В первом раунде выглядел невероятно уверенно, но затем начал немножко проседать функционально. И за счет этого уступил. Уважаемые дамы и господа, в этом бою на третьей минуте 49-й секунду третьего раунда удушающим приемом победы держал бойц Силгуринка Нурберген Шарипов! Поздравляем Нурбергена Шарипова с этой победой, победой в финале гран-при. И движемся дальше. Президент Федерации Боевого Самой Европы, президент Лидии Чи и Эфси, Эльхан Али.